Это программа тема дня. Здравствуйте! Хабаровск готовится к празднованию Нового Года и Рождества. Активное участие в оформлении города принимает не только муниципалитет, но и предприятия, организации всех форм собственности, учреждения образования, предприниматели. Мэр Хабаровска Александр Соколов поставил задачу, сообща, создать во всех районах города атмосферу праздника и, конечно, условия для семейного отдыха хабаровчан в зимние каникулы. Все подробности о подготовке Дальневосточной столицы к новогодним и рождественским праздникам мы узнаем у моей гости, заместителя мэра города Хабаровска по социальным вопросам Светланы Шевченко. Светлана Ивановна, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, каким образом, каким ходом сейчас протекают работы в районах Хабаровска? Вообще подготовка к Новому году всеми нашими структурами, предприятиями, организациями, скульпторами, художниками, те, кто занимается электричеством, вот она начинается с февраля месяца и идет подготовка, эскизы формируются, схемы делаются. То есть мы стараемся сделать так, чтобы это было интересно и удобно нашим горожанам, особенно самым маленьким детям. Поэтому вот эту работу мы в феврале начали, у нас целые программы, планы, а сегодня мы уже видим в городе, как это все воплощается. Уже вот зажглись огоньки краевой елки на площади Ленина, и там продолжается строительство городка, и снежного, и ледового. Там есть свои особенности. Уже идет активно строительство нашего городского городка. Он больше предназначен для того, чтобы можно было с малышами поиграть, покататься на горках, на качелях, на каруселях, и, конечно же, посмотреть тоже на произведения искусства, которые делают наши художники. Очень большую работу ведут районы с предприятиями и организациями, наши структурные подразделения. Потому что вот объединив усилия много лет назад с предприятиями, мы поняли, что у нас город в эти праздники и до праздников радует людей. Поэтому строится 12 новогодних городков. Мы очень рады, что в этом году на территории ДК Русь тоже будет стоять елка, и проводятся мероприятия, и будут организованы аттракционы. Будет строиться больше дворовых городков. Ну а снег выпал. Это возможность его использовать активно, особенно во дворах. Потрясающие просто городки делают наши жители вместе и с молодежью, с ребятишками, целыми семьями выходят. В прошлом году 126, в этом году заявили на 130 таких городков. А мы надеемся, что их будет еще больше. Мы думаем, что у нас где-то около 10 тысяч будет элементов оформления и дневного, и светового. И сегодня мы уже видим. Уже стоят елки, украшены витрины, торговые залы. Вот эта совместная работа, она дает свои результаты, потому что мы это все видим. И самое главное, хабаровчане это видят. Да, это очень важно. Светлана Ивановна, существует ли какой-то соревновательный момент между районами, между жилмассивами? Да, конечно. Он нам и помогает, чтобы каждый отстаивал право быть лучшим. Поэтому у нас соревнования по поручению мэра, мэра города Александра Николаевича Соколова мы ведем уже несколько лет. И соревнуются у нас районы на лучшее оформление района и соревнуются на лучший новогодний городок. Была когда-то в 2014-2015 годах, вот в зимний период, были небольшие премии. Александр Николаевич поручил и сказал, столько делают предприятия, столько делают организации. Поэтому сегодня за лучшее оформление района у нас премия 1 миллион, за лучшее оформление новогоднего городка 500 тысяч. Но это не значит, что все уходит на премию. Там определенная доля определена для поощрения людей, которые действительно постарались и сделали лучшее. Но все остальное на развитие этого же городка на следующий год, этого же оформления на следующий год в районе. Конечно, одним из самых интересных является наш фестиваль «Амурский хрусталь». Уже подписано постановление, уже готовятся команды, уже завозится лед. И мы в 20-х числах открываем этот фестиваль, а 28 января будем подводить уже итоги и награждать ребят, которые сделают 9 изумительных ледовых фигур, которые будут радовать хабаровчаны в преддверии Нового года и после Нового года. Победители у нас получат и премии, и медали, и лучшие полетят в Харбин. И надо сказать, что и в Харбине наши скульпторы показывают себя только с лучшей стороны и привозят первые, вторые места за участие в большом международном Харбинском тоже фестивале «Льда и снега». Ведь активное участие еще принимают в подготовке к Новому году и школьники. Вот расскажите об этом конкурсе. Конечно, вы правильно сказали. Когда-то появилась идея у управления образованием и у самих ребят. А вот почему на елке нет наших игрушек? И много лет уже идет вот этот вот конкурс. В нем принимают практически все школы. Мы получаем где-то до 500 игрушек. Это особая игрушка, потому что она находится на нашей городской елке. Она требует размера, ветровой нагрузки. Она требует, чтобы она была красочно оформлена. Ребята, конечно, работают вместе и с родителями, и с педагогами. Там целая конструкция этой новогодней игрушки. Конечно, мы же поощряем ребят. А 70 игрушек будут на нашей городской. Все остальные уйдут на районные елки. И очень приятно, когда видишь, что родители идут на новогодние елки с детьми на новогоднем городке. И ребенок показывает папе и маме и говорит, а вот моя игрушка. А вот это делал наш класс. А вот это делали мы вместе. Поэтому, конечно, спасибо всем, кто участвует тоже в этом конкурсе. Светлана Ивановна, а какая будет у нас программа праздничная и в районах для досуга, для развлечений, и в парке «Динамо» в частности? Мы стараемся всеми силами и всеми возможностями наших учреждений и доп. образования, и школ, и детских садов. И, конечно же, в этом активно участвуют и краевые учреждения. Сделать очень хорошие программы, чтобы была возможность побывать и на спектаклях, и на концертах, и на рождественских мероприятиях. У нас такое большое мероприятие проводит управление культурой вместе с Хабаровской епархией в январе месяце. Но самое главное, у нас в районах начинаются праздники на районных новогодних елках. То есть с ребятишками можно будет прийти туда, поздороваться с Дед Морозом, с Негорочкой, поучаствовать в играх, в конкурсах, получить сувениры. А самое большое будет мероприятие 31 числа. В 19 часов мы открываем с участием Александра Николаевича Соколова, мэра города, нашу елку, наш новогодний городок. И в 19.10 состоится праздничный хороший фейерверк. Он как раз сделан для территории этого городка. 2000 снарядов, 10 минут. Над головами тех, кто придет 31 числа в 19 часов на елку, вот они будут. Это тоже очень красивое зрелище. И очень много семьями приходят на этот праздник до того, как сядут за стол проводить Старый Новый год к нам на елку. Там будут игры, там будут выступать у нас, обычно это делают наши студенты Института культуры, они делают очень интересные игровые программы, танцы. То есть там никто не замерзнет, там будет весело. А затем с 1 числа у нас начинаются две программы ежедневно. Их состоится всех с 31 числом 15 детская программа и в 19 часов и в 18 часов взрослая программа. Поэтому я хочу хабаровчан пригласить и 31-го, и 1-го прийти и найти возможность вообще со своей семьей побывать и на краевом новогоднем городке Елки, и на нашем. Это даст возможность, во-первых, укрепить внутри семью, потому что ребятишки ждут общения с родителями. Ну и посмотреть на эту красоту, поднять свое настроение. А какой сюрприз готовит мэр города для наших отличников, для школьников? Хороший сюрприз, но я не имею права выдавать тайну, какой это будет коллектив. В Платинум-арене для ребятишек состоится два больших представления. Сегодня около 10 тысяч ребят побывают на этих двух представлениях школьников за их отличную учебу, активную общественную деятельность, за то, как они занимаются хорошо многими социальными делами и готовят себя к жизни. Это будет большое представление, ледовое. И кроме этого еще учреждения дополнительного образования готовят и Дед Мороза, и Снегурочку, и маленькую программу перед этим ледовым. Но кроме этого, Александр Николаевич обязательно встретится и с активом наших ветеранов, потому что, несмотря на возраст, несмотря на проблемы со здоровьем, они очень много сегодня делают в городе. Делают и для своих товарищей, которым требуется внимание, и для патриотического воспитания нашей молодежи и школьников. И, конечно, они очень много делают и вносят предложения, и сами участвуют по социальным вопросам, которые требуют времени. Будет награждение меценатов, будет молодежный бал, тоже победителей всех наших конкурсов. А социальные акции запланированы? Вы можете обратиться вот сейчас с экрана к предпринимателям, неравнодушным хабаровчанам, которые могут тоже оказать помощь, может быть, каким-то семьям, нуждающимся в поддержке. Конечно, конечно. Вообще, любой вот такой вот праздник, Новый год, Рождество, они требуют, наверное, вот и нашей благотворительности, нашей доброты, нашего соучастия тем, кому трудно. У нас очень много ребятишек в городе, 24 тысячи, в семьях многодетных, малоимущих. Наверное, им будет немножко трудновато сделать такие подарки, которые будут в других семьях. Поэтому я просто призываю всех принять участие в благотворительности. У нас активно сейчас этим занимаются наши центры по работе с населением. Они готовы на разные варианты вашего вот участия наших предприятий, организаций и просто предпринимателей. Они готовы и подсказать, кому персонально можно такой подарок сделать, а может быть, они и для какого-то большего количества примут участие. Но я думаю, это просто наш долг совести поделиться вот в эти очень важные дни, когда мы подводим итоги, когда мы радуемся и строим, радуемся празднику, строим планы на будущее, поделиться с другими и частичкой своей доброты. Ну и, конечно, хотелось, мы сейчас очень много ездим по городу, смотрим, как участвуют предприятия, организации. Хотелось бы обратиться еще к руководителям наших аптек негосударственных, автозаправок, стоянок, киосков, некоторых магазинов. Вот целая сеть магазинов Вестфалики. Ну, пока не торопятся оформляться. Но хотелось, чтобы они тоже подарок хабаровчанам сделали. Присоединились к этой общей атмосфере. Конечно, конечно. Светлана Ивановна, большое вам спасибо за то, что нашли время прийти. Ждем вас у нас еще. А я напомню, у нас в студии сегодня была заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко. И мы говорили о подготовке дальневосточной столицы к новогодним и рождественским праздникам. Это была программа «Тема дня». До встречи!